Месяц назад во время молитвы я увидел, что при поездке в Израиль у меня может быть несчастный случай. Ну что, какая-то авария, может быть, или самолет упадет. Потом дальше вся моя команда, порядка 70 человек, начали молиться, чтобы это не произошло. И я после этого принял решение, что я еду все-таки. Просто если я ругаю астрологов, это не значит, что астрология — это плохо. Я их ругаю, потому что они сами не знают, что такое астрология. Они не хотят видеть жизнь людей, а хотят только в карту смотреть ноги астрологов. Топните ногой на эту девушку. Она оскорбила вашу судьбу. Вы в прошлой жизни были очень возвышенным человеком, занимались духовной практикой, но вы совершили оскорбление на святого человека. Из-за этого вы сейчас страдаете. Ваша судьба не соткана из одного из греха. У вас много благочестия внутри. Но эта девушка не разглядела, потому что она, еще раз повторяю, видит только карту, а не человека. В этом вся проблема. Знаете, все духовные течения прекрасны, которые связаны с Священным Писанием. Я молился, медитировал, настраивался на православных святых, мусульманских святых, ведических святых разных, еврейских святых. Я вижу везде только одну красоту. Я бы выбрал все сейчас. И то, и другое, и третье, понимаете. Просто жизнь сама решает, какой вере ты будешь, и все. Но все в этом мире, что связано с Богом, очень прекрасно. Очень прекрасно. И так как вы уже в прошлой жизни это почувствовали, еще раз повторяю, поэтому вы и знаете, что все эти веры прекрасны, и вы думаете, что же мне выбрать, мне все нравится. Замечательно. Бог вам покажет вашу веру. Ничего страшного, не думайте сейчас об этом. Просто продолжайте разувеваться, молитесь, как вас считает нужным, в разных духовных традициях, любите все. Человек должен вначале, если у него такое хорошее развитие, чистое, светлое, он должен любить все сразу. А потом, когда вы все сразу любите, Бог вам даст вашу веру, но она будет наполнена всем остальным в этом мире. Она не будет глупой и несчастной у тех людей, которые все остальное ненавидят. Это несчастные люди, они живут, у них шоры эти, как у лошадей, знаете, они едут только по своей дороге. Они не видят этого мира. Он удивительный, прекрасный, понимаете, здесь все на полной красотой, что связано с Богом. Если человек это все увидел, он испытывает счастье. Если видит тех людей, которые говорят, это наша вера и правда, эти люди просто ограничены, у них нет глубины. И это тоже хорошие люди, тоже нормальные, ну их просто жалко, вот и все. Только жалость возникает, когда один на этих людей. Но это лучше, чем быть атеистом. В вашем жизни сейчас наступит удивительный период, в котором вы узнаете, кто такой Бог. Этот период будет сопровождаться трудностями только для того, чтобы ваша вера укреплялась. И самая удивительная особенность этого периода, что вы всегда в нем будете себя побеждать. Этот период не для стресса, предназначен для вашего развития. Если этот астролог этого не разлетел, это его проблемы. Ваш тяжелый период уже прошел, он был. Вам было тяжело очень, несколько лет назад. Этот период прошел, теперь идет период развития вашего. У вас будет определенное одиночество, определенное время. Порядка двух лет. Это нужно для вашего духовного развития. Если бы вы сейчас… Есть, да? Я извиняюсь. Это значит, что будет… Ну, как бы вы отойдете от вот этой глубины в личных отношениях на два года и будете просто увлечены духовной жизнью. И в это время надо очень стараться внимательно следить за тем, чтобы не потерять мужа, заботиться о нем все равно, то есть из чувства долга. Понимаете, сейчас идет период, правильно она сказала такой, но понимаете, вот астрологи, в чем опасность астрологов, знаете? Астрологии вообще предназначены для победы над судьбой. Эта наука, она переводится джотиш, означает «цвет знания». То есть другими словами, астрологи должны давать цвет знания людям. Какого знания? Вот видишь событие какое-то, скажи, что поможет победить это событие. Больше ничего говорить не надо. Теперь, если человек духовно не развит, он открывает астрологию. Это тайное знание. Оно предназначено для тех, кто способен побеждать судьбу. Но если берет человек, который не способен побеждать судьбу, он его боится, этот страх он переносит на других людей. Он говорит, «Осеннее пальто можете не покупать». Зачем он это говорит? Есть только одна причина, он не верит в победу. Он не понимает, что человек может жить дальше. Если человек не верит в победу другого человека, это значит, что ему не надо астрологические карты открывать и даже близко к ним не подходить. Не надо. А если человек видит что-то, трудность, которую он не может в своем уме победить, значит, он даже и другому человеку об этом говорить не должен. Это не его дело. Это не он создал судьбу, а Бог. И Бог знает, зачем он ее создал. Все, что Бог сделал, по нашим силам. Понимаете, все мы можем победить, мы все можем преодолеть. Но если человек, который берет карту открывать, этого не знает, ему нельзя заниматься этой деятельностью. Вы хотели услышать, потому что Бог через вас, через вас и сердце вам говорил, «Тебе надо это услышать». А через мое сердце он сказал, «Скажи ей это». Вам надо сейчас больше думать, заботиться о вашем муже, потому что период связан с тем, что у вас больше будет желания заниматься духовной практикой. Для женщины самое лучшее — это вкладывать в своего мужа. Не забывайте о нем, служите ему, заботитесь. Часто женщины пытаются во все, что угодно вкладывать, кроме своего мужа, потому что вкладывать в мужа очень тяжело. Женская судьба такова, что тяжелее всего вкладывать в то, что больше всего надо вкладывать. Тяжелее всего вкладывать в мужа, женщины, не в детей, в мужа. И ей больше всего в жизни надо вкладывать в мужа, женщины. Тогда ее судьба становится благословленной. Знайте, что та женщина, которая вкладывает в своего мужа, 50% его достижений в жизни принадлежат жене. Хочет он этого или нет, это его проблемы. потому что воистину 50% достижений человека, который имеет такую жену, который постоянно заботится о нем, принадлежат точно жене, потому что это по ее милости это все происходит. Знаете, что у человека есть две силы. Одна сила благословляющая, а другая действующая. У мужчины благословляющая сила занимает в психике не больше 15%. Остальное 75% действующая, 85% действующая сила. А у женщины 85% благословляющая сила. У нее огромная способность давать силы близкому человеку. И женщина не знает ничего об этом. Если женщина дает силы своему мужу, он становится окрыленным. Давать силы не означает гнобить. Не надо его пилить, пилить все время. Давать ему силы означает прощайте. Прощайте. Иногда надо быть очень строго. это тоже силы. Строго тоже надо быть обязательно. Извините, что я не заметил, что вы замужем. Я могу ошибаться. Только Бог не ошибается.